Всех приветствует канал Отвертка, канал домашнего мастера и наш новый партнер сайт gagadget.com. Не скучный сайт, а техники. В сегодняшнем видео обзор интересных наушников Samsung Galaxy Buds Plus. Миниатюрные ТВС наушники с беспроводной зарядкой. Вместе с новыми флагманами Galaxy S20 и раскладушкой Galaxy Z Flip Samsung представила второе поколение ТВС наушников Galaxy Buds Plus. Компания не пошла на поводу у трендов с активным шумодавом, как принято сейчас во флагманских True Wireless наушниках, но все же добавила полезное обновление в модель. Устройство вышло недорогим по меркам рынка, при этом хоть и без главной характеристики года, но с флагманским блеском. Круто или мимо? Разберемся в этом видеообзоре. Итак, представляю новые интересные наушники Samsung Galaxy Buds Plus. Итак, True Wireless модель второго поколения с поддержкой голосового управления, тремя микрофонами для качественной передачи голоса во время разговора и двумя динамиками для низких и высоких частот. Производитель заявляет до 11 часов автономной работы и до 22 часов с дозарядкой от чехла. На старте продаж модель обойдется в 149 долларов. Наушники совместимы с iOS и Android. Итак, как они выглядят? Samsung Galaxy Buds Plus внешне сложно не спутать с предыдущим поколением. Такие же крошечные капельки, каждый весит по 6,3 грамма, с жемчужным покрытием в области сенсорного управления. Это самые компактные наушники, которые мне довелось держать в руках и наверняка один из самых компактных на рынке в принципе. При этом они достаточно громкие и долгоиграющие. Магия в чистом виде. Корпус наушников состоит из трех блоков. Глянцевые сенсорные панели с жемчужным блеском, просто глянцевого пластика и силиконовых съемных насадок. В комплекте есть несколько разных размеров. Жемчужный финиш чудо как хорош и выделяет эту модель на фоне бесчисленных толп других ТВС наушников в этом форм-факторе. А вот с силиконовыми насадками есть досадный нюанс. Это самая маркая часть корпуса. За их частотой нужно регулярно следить. А не делать, как я, особенно если у вас светлые наушники. Не класть в карман без кейса на пару минуточек. Они стремительно пачкаются. При этом насадка очень функциональна. Она обеспечивает пассивную шумоизоляцию, чего нет ни в одних наушниках прямых конкурентов из числа тех, что были у нас на обзоре. И обеспечивают идеальную посадку в ухе. Также по опыту предыдущей модели подозреваю, что есть риск, что со временем во швы между разными материалами будет забиваться мелкая пыль и делать стыки видимыми. Опять-таки с белым будет больше мороки. Но при этом внешне они, по-моему, намного интереснее других вариантов. Кстати, о вариантах. Есть модель, сейчас, например, модель представлена в белом, голубом и черном цвете. Недавно Samsung анонсировала Galaxy Buds Plus в красном исполнении. Ну и микрофоны расположены в разных частях корпуса. Об этом позже. Кейс Samsung Galaxy Buds Plus компактный и помещается даже в карманах джинсов. Поддерживает беспроводную зарядку. Внутри есть индикатор заряда. Горит зеленым, если батарея хорошо заряжена. Ну и красным. Он тут один. Точная информация о статусе аккумулятора каждого из наушников есть только в приложении для смартфона. Самые большие отличия в дизайне коснулись именно кейса. В этой модели он глянцевый и более светлый внутри. За счет этого выглядит даже как бы неплохо изнутри. А вот по поводу внешнего облика. Не уверен. Мне больше всего матовый финиш по душе. Скорее всего глянец будет менее практичным в жизни. На белом царапине отпечатки пальцев менее видны. А на черном скорее всего будут видны. Светлая внутренняя часть скорее всего будет более маркой в жизни. Но за 10 дней использования наушников у меня не было с этим проблем. Значит грязюка приставать не очень сильно будет. Как устанавливать наушники внутри кейса не совсем очевидно. Но закрыть крышку, если гаджеты не на своих местах, не получится. Также в Galaxy Buds Plus немного изменилась конструкция кейса. Раньше он открывался до щелчка. И последний шаг давался с небольшой силой. Теперь этого нет. Ну а теперь поступает вопрос, как они в работе. Итак, основной смартфон в нашем случае Samsung. Поэтому носимую электронику бренда я тестирую всегда именно с ним. Не знаю, как это происходит с другими смартфонами, но говорят, что есть нюансы. Затруднения определенные там и так далее. Но то, что сопряжение гаджетов этого бренда магии подобно, этого не отнять. Это точно. Стоит включить, то есть в случае с наушниками, открыть крышку кейса. Как смартфон сразу его находит, запускает приложение и предлагает подключиться. Здесь прекрасно все это дело. Именно согласовка Samsung и наушников происходит на ура. С настройками все достаточно просто, хотя есть и любопытные функции. Во-первых, тут есть эквалайзер с несколькими пресетами. Настраивать вручную нельзя. На мой взгляд, все хороши, нет ощущения выкрученного до боли звука. Во-вторых, тут же настраиваются жесты для управления гарнитурой. Некоторые изменить нельзя, но длительность нажатия можно. Можно выбрать управление громкостью, вызов голосового управления или изменение звукового фона. Кстати, с жестами все очень хорошо. Наушники позволяют делать почти все, не доставая смартфона. Могут даже сообщения читать. Все, что нельзя сделать жестами, можно сделать все это дело с помощью голоса. Ну а теперь разберемся с звуковым фоном. Это самая загадочная для меня функция. Она работает как раз благодаря трем микрофонам. Как вы помните, в наушниках нет активного шумоподавления. Надо сказать, что несмотря на хорошую пассивную защиту, звуки окружающей среды они все равно пропускают. Это не сравнится с теми же Huawei FreeBuds, которые хоть и не вакуумные затычки, но с шумодавом. То есть, вероятности, что к вам на улице тихонечко подкрадется автомобиль, или что вы не услышите, что рядом с вами кто-то к вам обращается, почти нет. При этом на максимальной настройке звукового фона наушники выкручивают на максимум все звуки окружающей среды в непосредственной близости пользователя или в создании которых он принимает участие. Будь то печать на клавиатуре, открытие двери, шаги по коридору. На максимальных настройках звукового фона этот эффект тоже есть, пусть и небольшой. Интересная фишка. Мне кажется, что эта функция может быть полезна в офисе, где нужно заглушить окружающий шум, но при этом слышать, если кто-то подошел, поговорить непосредственно к вам. Наушники мгновенно запускаются, когда достаешь их из кейса и ставишь в ухо. Становится на паузу, если достать один. А если два, снова запускаются, пусть и в руках. В кейсе играть перестают. Galaxy Buds Plus поддерживает голосовое управление с помощью ассистентов Google и Bixby. Одного из них можно выбрать при первом включении, потом можно изменить. Bixby по-русски и украински еще не говорит, ассистент говорит. Для запроса нужно каждый раз нажимать на наушник. Ну а теперь главный вопрос, хорош ли звук. Итак, в Galaxy Buds Plus используются два динамических излучателя для басов и верхних и средних частот. В прошлой версии был один динамик. Гарнитура поддерживает кодеки SBC, Samsung Scalable кодеки и AC. Последние два фирменные решения Samsung и Apple. На простом языке это означает, что с устройством этих производителей музыкальный потенциал гарнитуры будет максимальным. Поддержка IPTX и его разновидностей отсутствует. В нашем смартфоне большинство треков в формате MP3 с бикрейдом 320 кбайт в секунду есть флаки и есть немного в худшем качестве MP3-шки. Разницы в звучании между ними я не заметил. В общем, скажу, звук в Galaxy Buds Plus типичный для ТВС гарнитуры среднего уровня. Это не соневские аппараты, однозначно. Те вдвое дороже и намного крупнее и тяжелее. У Sony чисто физически было больше пространства, чтобы развернуться и так далее. Free Buds 3 тоже звучат несколько интереснее. Это однозначно не устройство для меломана. Я понимаю, что мы в каждом обзоре ТВС гарнитуры это пишем и только потому, что так и есть. Наушники очень удобные, автономные, красивые и так далее. Но звук в данном случае лишь одна из составляющих. Ну а теперь важный вопрос, что с батареей и зарядкой? Производитель заявляет до 11 часов работы наушников без подзарядки. Для меня в ТВС наушниках Vivo или Huawei их автономность без кейса была проблемной. Хоть довольно-таки проблемой и хоть и небольшой. А тут с этим аппаратом вообще космос. Я честно так ни разу и не смог продержаться до полного отключения гарнитуры. Я пользовался Galaxy Buds Plus как основным, но на замену у меня был под рукой мои наушники Oppo Enco Q1. Они работают в целом около 8 часов. Наушники я за прошлую неделю зарядил один раз. Обе пары буквально друг за дружкой. Обычно слушаю музыку в дороге, когда гуляю, хожу по магазинам на тренировках. В общем, около 20-25 часов за неделю набегает. Единственное, Galaxy Buds Plus быстрее разряжается, когда осталось не так много емкости аккумулятора. После 15% заряд тает на глазах. Зато их можно быстро подзарядить перед уходом. Производитель заявляет час работы за 3 минуты. Причем это можно сделать даже от смартфона, который поддерживает обратную беспроводную зарядку. Ну а теперь давайте разберемся, какие есть альтернативы. Вполне вероятно, что эти наушники заинтересуют прежде всего владельцев смартфонов Samsung. Именно с этим брендом их возможности раскроются больше всего. Поэтому очевидно, что ближайший конкурент – это прошлогодние БАЦ. При разнице в цене порядка 40 долларов эта модель получилась более интересной с точки зрения автономности. Также здесь были улучшены звуковые характеристики и добавлена возможность беспроводной зарядки. Но если звук в ТВС гарнитурах такого плана – это скорее гомеопатия, то батареи, на мой взгляд, стоят разницы в цене. Если вы выбираете компактную гарнитуру для Android смартфона без привязки к бренду и производителю, то стоит прежде всего смотреть на бюджет. Для тех, кто готов заплатить за полный фарш и хотел бы все-таки максимум звука даже от ТВС-устройства, лучший выбор – это Sony VF1000XM3. Хотя и они не лишены недостатков. В частности, это гигантский размер чехла, отсутствие беспроводной зарядки и большой размер и вес самой гарнитуры. Следующий аппарат Huawei – FreeBuds 3. Вот он выполнен в другом форм-факторе, но они чуть лучше с точки зрения изоляции от внешнего мира, чуть хуже в плане автономности и используют активное шумоподавление. Несмотря на разный форм-фактор, в эргономике они сравнимы. Ну а теперь по окончанию нашего видоса общий итог. Итак, Samsung Galaxy Buds Plus. Это, конечно, не самая-самая-самая ТВС-гарнитура на рынке за все деньги мира, но это хорошее решение среднего уровня для тех, у кого сдержаны ожидания от устройств этого форм-фактора. Самая слабая часть устройств – это музыкальность, но это бич большинства таких гарнитур. На мой взгляд, наушники стоит выбирать за бренд, за эргономику и время автономной работы. Причем бренд тут все-таки будет ключевым фактором. Итак, от нашего канала 5 причин, чтобы купить Samsung Galaxy Buds Plus. Первое – прекрасная автономность без дозаправки, поддержка беспроводной зарядки, отличная эргономика, дизайн с жемчужными вставками и у вас имеется Samsung смартфон. Ну а теперь две секретных причины, чтобы не покупать Samsung Galaxy Buds Plus. Итак, вы хотите большего в плане звука и шумоизоляции и готовы за это платить хорошие деньги. Ну и последнее – это для вас форм-фактор не так важен, как звук. Но выбор на нашем канале есть по-любому. Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!